Добрый день! С вами Анатолий Криводидов и проект Школа и Цуань. Сейчас мы с вами разучим новое шеле, называется Туй-Туо шеле. Это шеле напрямую связано со столбом Туй-Туа-Джуан, поэтому перед тем, как приступать к изучению этого шеле, необходимо утвердиться, укрепиться в практике этого столба. Точно так же перед началом отработки вы в начале тренировки какое-то время должны расшевелить свое тело в этом столбе. После того, как вы почувствовали свое тело, расшевелили по разным направлениям, собрали его, объединили, приступаем к круговым движениям. Это круговое движение схоже с Сюань-Фашили, которое мы ранее проходили. Отличие будет в том, что у нас другое положение ладони, то есть у нас идет подталкивание основанием ладони, и другое немного направление связано с направлением пары сил вверх-вниз. Когда я подтягиваю руки к себе, я немножко вниз поддавливаю, а когда двигаю вперед, немножко вверх. Напомню, в Сюань-Фашили у нас наоборот вперед вниз было, назад чуть-чуть вверх. Так же, как и Сюань-Фашили, у меня выполняется следующее требование. Одна рука все время прикрывает центр. И вот я поменял, теперь другая рука прикрывает центр, и после этого я выталкиваю руки вперед, вверх и внутрь. Так же направление к себе наружу, а от себя внутрь. И точно так же здесь важно Шань-Фаш, работа всем телом. То есть не столько руками делать движения, сколько телом. Руки почти на месте. Есть, конечно, там движения, но надо найти такую золотую середину, когда большую часть этой внутренней работы делает тело, и мы затем к этому движению немного добавляем руки. Не форсируем скорость, слушаем, следим за фонсун. Обратите внимание, что локти не должны задираться вверх, они все время тянутся вниз. Сделайте раз 15 в одну сторону примерно, и затем в другую. Не забывайте, что усилие не только здесь в руках, но и в стопах, между коленями. Ну и так же внутренняя работа в этом шеле связана с отработкой кругового движения в столбе Сиу-Сидшуан. Не забывайте проверять КОА, связь между головой и стопами. Не разводите руки слишком широко, и не подводите руки слишком близко. То есть вот этот угол примерно 90 градусов, ближе не надо. Так, чтобы была позиция силы. Если чувствуете, что плечи закрепощаются, остановитесь, уберите напряжение. Дело в том, что в этом столбе достаточно быстро можно забить плечи неподготовленному человеку. И поэтому очень важно не терпеть, не преодолевать вот эту усталость, а найти способ убрать это напряжение. Можно даже небольшой прерыв сделать и потом продолжить. После того, как вы достаточно отработали шеле в позиции Пин Бо, попробуйте делать это шеле в позиции Дин Бо Бо. Здесь у нас базовый столб Чин Ту Джоан, КОА, правильно выстроить тело. И мы нарабатываем движение в сторону передней ноги. В позиции Дин Бо Бо, когда мы делаем на месте, мы вращаем только в сторону передней ноги. Здесь уже вес тела смещается то больше на заднюю ногу, то больше на переднюю ногу. Естественно, что колено передней ноги не должно двигаться. Три базовые пружинки, про которые я постоянно говорю, их можно здесь послушать. Когда я смещаюсь назад, пятка передней ноги может немного высвобождаться. Следим за локтями, чтобы они не задирались. И, конечно, следим за фанцом, не забывайте убирать лишнее напряжение. Можно поделать вращательные движения, можно поделать махи. И когда вы почувствовали, что напряжение деревенения ушло, можно продолжить занятие. Далее ту и туа шли на шагах. Когда мы движемся вперед, идет вращение в сторону задней ноги, когда назад, в сторону передней. Или, по-другому говоря, мы вращаем все время в сторону ноги, которая движется. В данном случае у меня начинает двигаться левая нога, я в эту сторону начинаю двигать. Выполняю шаг мацабу и как только стопа коснулась, выполняю движение от себя толкающее. Теперь у меня нога левая движется и в сторону ее идет движение круговое. Все время следите за центральной линией, она должна быть прикрыта. Вначале по дорожке, и затем можно свободно попасть по разным направлениям подвигать. Часто задается вопрос, для чего это шили, его предназначение. В чистом виде оно не используется в той шоу. Сан-шоу, во-первых, как и все шили, это в первую очередь проработка всего тела в разных вариантах. И второе, если уже ближе непосредственно к применению такого рода движения, можно встретить в свободном поединке сан-шоу, когда мы идем, маневрируем, сближаемся, меняем направление с противником. И у нас все время должна быть центральная линия прикрыта, а вторая рука создает угрозу. И вот умение в любой точке рук, в любой точке тела обладать потенциальной силой для атаки, защиты движения, как раз формирует это шили, которое называется туй-то-шили. Будьте здоровы! С вами был Анатолий Криводинов.